История праздника Международного женского дня насчитывает более ста лет. Изначально в этот день цветы не дарили. Впервые стали преподносить в подарок мимозу в 1946 году, как символ женской силы, восприимчивости и чувствительности. Здравствуйте. Разрешите вас от имени губернатора Самостова воздравить с днём 8 марта. Желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо большое. Приятно. Хорошо. Это у вас с дочкой? Да. Здравствуйте. Улыбки и хорошее настроение. Цветы в преддверии 8 марта прекрасной половине человечества дарят волонтёры в сквере Фадеева. Здесь приятно прогуляться. Сквер обновили благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». И скоро здесь расцветут клумбы в космическом стиле. Юлия Нейфельд вышла на прогулку с внуками. Говорит, накануне первого весеннего праздника неожиданные поздравления и цветы от губернатора Самарской области получать всегда приятно. Спасибо, что от губернатора, что такая забота и о бабушках, и о девочках, и о женщинах. Мне вообще очень приятно. И погода сегодня прям всё способствует. К сожалению, не часто, но цветы очень люблю и очень приятно их получать. Это однозначно. Поэтому мужчины дарите всем своим женщинам цветочки обязательно, не только на 8 марта. Приятно не только получать цветы, но и дарить, говорят волонтёры. Мне очень приятно дарить женщинам подарки, цветы. Особенно в канун 8 марта. Видите радостные лица, получать от этого радость. И вас я тоже хочу поздравить с 8 марта. Желаю вам всего наилучшего, крепкого здоровья, вам счастья. Спасибо огромное. Очень приятно получать цветы. В Самаре за праздничные выходные планируют вручить миллион роз от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Цветы волонтёры будут дарить во всех районах города. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.